Коллеги, приветствую. Сегодня заключительная часть серии вебинаров, посвященной разработке приложения на скадо-системе InTouch. Тема нашего сегодняшнего вебинара – это обслуживание действующей системы InTouch. Напомню о том, что меня зовут Галя Ахметова Алина, я являюсь сотрудником компании Клинкман. Тема – обслуживание системы InTouch. Вебинаров, 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 вебинаров. На наших интернет-ресурсах, на сайте klinkman.ru в разделе «Обучение» и на нашем официальном YouTube-канале. Пользуйтесь, смотрите. Сегодня у нас план такой – рассмотреть создание и восстановление приложений с помощью резервных копий. Мы поговорим об обновлении вашего приложения со старых версий InTouch. Рассмотрим шаги, какие особенности есть в миграции и шаги в миграции. Поговорим об обслуживании базы данных, алармов и событий. Я расскажу вам, как следует, чем руководствоваться, чтобы устанавливать обновление операционной системы. И также расскажу о работе с системой логов в Underwear. Итак, первая часть – это создание и восстановление приложений Modern с помощью резервных копий. Как многие, наверное, из вас знают, что приложения InTouch типа Standalone, Legacy, создаются простым копированием папки приложения. Приложения типа Modern состоят из файлов и базы данных и не могут быть сохранены путем простого копирования папки приложения. Для создания резервной копии приложения и восстанавливания приложений из копии используются функции экспорта и импорта из диспетчера приложения InTouch. Прежде чем создать резервную копию приложения, необходимо будет выйти из WindowMaker и WindowViewer. Копия приложения типа Modern представляет из себя файл с расширением ААПКГ. Сейчас я перейду в свою виртуальную машину и на примере покажу процесс создания копии приложения и восстановления приложения из копии с помощью процедуры экспорта и импорта. Так, вот передо мной сейчас InTouch Application Manager, диспетчер приложения InTouch. Вот приложение Training, которое я развивала в течение всех предыдущих вебинаров. Сейчас, значит, я создаю такую ситуацию, когда разработчик, значит, создал на своей машине локальный проект и хочет уже перенести этот проект на операторский узел. Что для этого необходимо сделать? Для этого необходимо с помощью контекстного меню выбрать пункт экспорт, либо через файл «Экспорт» выполнить экспорт приложения. Так, вот предлагается выбрать папку, в которую я хочу сохранить мое приложение. Я просто выполню это на рабочий стол, нажимаю «Save» и запускается процедура экспорта приложения InTouch. Это занимает некоторое время. Вот нажав кнопку «View Details» можно просмотреть процедуру экспорта. Спасибо. Спасибо. Вот процедура экспорта уже подходит к концу. Кнопка «Close» пока не активна, пока процесс не закончится. И вот я вижу уже на рабочем столе появился файлик. И вот появляется само месторасположение файлика, то есть этого файла ААПКГ. Таким образом создается копия вашего приложения типа Modern. Далее, допустим, вы берете, копируете на свою флешку это приложение и уносите, соответственно, на операторский узел. Что вы делаете там? Там, соответственно, у вас уже есть компьютер, на котором установлено программное обеспечение. Вы открываете также InTouch Application Manager и с помощью меню «File», «Import» находите свой файлик приложения, выбираете его и запускаете процедуру импорта. Вам уже здесь традиционно предлагается создание нового приложения. Здесь вы выбираете директорию, в которой будет путь к директории, в которой будет храниться ваше приложение. По умолчанию уже предложен путь, я его оставлю. Далее предлагается назвать папку, в которой будет храниться приложение. И здесь же вы можете выбрать целевое разрешение вашего приложения. Нажимаю кнопку «Next» и на следующем этапе предлагается ввести имя приложения. По умолчанию уже здесь предлагается имя приложения, которое у меня было, тренинг, также комментарий к нему, но вы можете переименовать это приложением. И описание тоже можете изменить. И нажимаете кнопку «Finish». И начинается процедура создания нового приложения. Также можно нажать на кнопку «View» для просмотра. Процедура создания. Дождемся восстановления приложения и посмотрим, открыв новое приложение, насколько все перенеслось в том виде, в каком оно существовало там в изначальном приложении «Тренинг». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот после импорта уже появляется здесь не нулевое разрешение, как вот сейчас вы видели, а появляется уже разрешение, указанное мною целевое разрешение версии, соответственно, то, что это модерн-проект и какая редакция этого приложения. Так, откроем это приложение Windows Maker. Вот вы можете наблюдать все тот же состав окон. Все те же орчестра-символы, которые я создавала на предыдущих вебинарах. Все те же самые скрипты, то есть и безопасность также выбрана ОС. То есть это приложение, восстановленное из копии, является полной копией, соответственно, того приложения, которое вы разработали. Таким образом происходит перенос приложения на другую машину, на операторскую. Так, бывают задачи, когда требуется перенос отдельных компонентов приложения в новые приложения. Для этого существуют функции экспорта и импорта. С помощью экспорта и импорта орчестра символов можно переносить их в новые приложения. Вы можете создать целую папку в Orchester Graphic Toolbox, свою библиотеку символов, которые будете использовать из проекта в проект, таким образом ускоряя процесс разработки. В прошлых вебинарах я вам показывала процедуру экспорта и импорта орчестра символов. То есть это выполняется через меню File, Export, Export орчестра символов. Либо через контекстное меню на конкретном орчестре символе. Так, я вам также говорила ранее, что в Orchester Graphic Toolbox после установки программы с печеньем уже по умолчанию у вас существуют две готовые библиотеки с символами орчестра. Это библиотека с традиционными символами орчестра и библиотека с символами ситуационной осведомленности. Эти символы можно использовать в своем приложении, но их нельзя редактировать. Они обозначены специальной оранжевой иконкой с замочком. То есть они защищены от редактирования, но они не защищены от удаления. То есть если вы случайно какой-то символ из этих библиотек удалили и хотели бы вернуть его назад, вы всегда можете это сделать, выполнив импорт орчестра графики из указанной папки вот здесь вот на экране. Следующее, что вы можете сделать, что вы можете еще частями перенести из своего приложения, это окна приложения InTouch. То есть перед вами, вот после того, как вы выберете вот этот вот пункт экспорт Windows, перед вами появится окошко, в котором необходимо будет выбрать необходимые для экспорта окна. Так, замечу, то, что если ваши окна содержат какую-то орчестра графику, вы должны понимать, что орчестра графику следует импортировать отдельно. То есть если вы импортируете окна без импорта орчестра графики, то есть эти места, где располагалась орчестра графика на окне, они будут заменены белыми квадратами. И после того, как вы импортируете всю необходимую орчестра графику, эти белые квадраты будут замещены необходимым графикой. Вы также можете здесь поменять стиль приложения с помощью меню File, Export, Application Style Library. Также хотелось напомнить то, что вы можете переносить им словарь тегов, используя инструменты dbdump и dbload для переноса ваших тегов. Вы можете мигрировать приложения InTouch, которые разработаны в более старой версии, в актуальную версию InTouch. Что вам потребуется для этого? Для миграции вашего приложения старого вам необходима будет копия вашего приложения и машина, на которой установлена операционная система, соответствующая требованию актуальной версии InTouch из Redmi файла, и уже должен быть установлен InTouch. И далее вам необходимо будет выполнить шаги миграции. Подробнее вам сейчас расскажу о шагах миграции. Сама непосредственно миграция выполняется через диспетчер приложений InTouch Application Manager. Здесь, в InTouch Application Manager, вам необходимо это выполнить с помощью пункта меню файл, импорт. Вам необходимо здесь разными путями пойти, если у вас приложение старое типа Modern и приложение типа Standalone. Напомню о том, что копия приложения Modern представляет из себя ААПКГ файл, а приложение Standalone представляет из себя папку с проектом, копию папки с проектом. Вот здесь, на этом этапе, в случае варианта Modern приложения, необходимо выбрать файл и здесь уже указать свой путь к файлу, соответственно. И если у вас приложение типа Standalone, необходимо указать путь к папке. После этого нажать на кнопку Next. На следующем, после того, как нажимаете кнопку Next, и появляется окошко для создания нового приложения. Это уже знакомые шаги. Здесь необходимо указать путь для хранилища приложения, нажать кнопку Next. Следующее – это указать папку для приложения. и выбрать целевое разрешение вашего приложения. По умолчанию оно… Вот здесь у меня выбран вариант по умолчанию. Далее, следующий шаг – это назвать ваше приложение и какое-то вписать здесь описание вашего приложения. По умолчанию уже предлагается наименование вашего старого приложения и описание к нему. Вы можете внести свои какие-то поправки. И нажимаете кнопку Finish. После этого вы получаете… в списке Винтач Аппликейшн Менеджери, в списке приложений, появляется приложение, и в нем указана версия, в которой разработано приложение, и разрешение этого приложения. Так, и следующие шаги, значит, рассмотрим. При попытке открыть этот проект в Винтоум Мейкере, появляется сообщение о том, что приложение было разработано в более старой версии, и вопрос, хотите ли вы его мигрировать. На данном этапе вы нажимаете Yes, и далее появляется сообщение с вопросом, хотите ли вы конвертировать разрешение приложения. Вы выбираете нужный вариант, и начинается процесс конвертации вашего приложения. Обращаю ваше внимание, что вы можете получить сообщение о том, что недостает некоторых компонентов Винтач на этом этапе. Идет проверка, и вам будет выдаваться сообщение о том, что некоторые компоненты Винтач, DLL, необходимо установить и повторить процесс миграции и конвертации. То есть вы, соответственно, устанавливаете эти компоненты Винтач с дистрибутивом и продолжаете, и выполняете заново вот это вот, то есть попытаетесь снова открыть Винтоум Мейкер и пройти вот эти вот шаги, то есть согласиться с миграцией, согласиться или отказаться от конвертации, и то есть запускаете этот процесс снова. И после того, как все компоненты установлены, вы успешно конвертируете свой проект, буквально вот обратите внимание два-три шага, в вашем Винтач Аппликейшн Менеджере ваш проект меняет свое разрешение на целевое и изменяет свою версию. После миграции проекта, естественно, необходимо будет ревизия вашего приложения. Вы не можете сразу же после миграции вашего приложения взять и в производственную среду запустить это приложение. На какой предмет вам необходимо будет проревизировать ваше приложение. Возможно, некоторые ActiveX контролы, которые ранее поддерживались старыми операционными системами, сейчас уже не поддерживаются. Их вам необходимо будет заменить на аналогичные. Есть вероятность, что некоторые функции скриптов поддерживались в 32-разрядной операционной системе, но не поддерживаются в 64-разрядной операционной системе. Эти функции всегда можно и есть чем заменить в новой версии Винтача. Такими вот несложными действиями вы получаете свое обновленное приложение, которое будет поддерживать векторную, современную орчестерографику. Приложение получите в актуальной версии. Так, тут еще есть такой вариант для стенд-алон приложений. Если вы выбираете вот эти вот, так, с помощью кнопки Find, ищите свою папку с приложением, то оно у вас будет добавляться сюда в список приложений, и там будет еще один шаг, когда вы сможете выбрать, то есть хотите, вам будет сообщение о том, что ваше приложение не поддерживает современную орчестерографику, хотите ли вы, чтобы эта графика появилась, или оставить так, как есть. То есть вы сохраняете тип приложения стенд-алон, или превращаете ваше устаревшее приложение с растровой орчестерографикой в приложение, в котором можно использовать современную орчестерографику. Также замечу, что помимо того, что вы можете мигрировать в ваше стенд-алон или модерн приложение из старых версий в актуальную, имеется также возможность настроить обмен данными между обособленными приложениями InTouch и системной платформой по протоколу PCUA с помощью объектов системной платформы DDS SuiteLink и InTouch Proxy. Также имеется возможность встроить ваше существующее приложение InTouch в состав системной платформы и использовать ваше приложение в качестве отправной точки для создания крупной распределенной системы управления производством. И получая, соответственно, все выгодные моменты использования системной платформы. Переходим к третьей части вебинара. Эта часть посвящена обслуживанию базы данных, алармов и событий. В одном из прошлых вебинаров я рассказывала о том, как работать с системой тревог и событий. Показала наглядно, как с помощью утилиты AlarmDB Logger Manager запускать запись тревог и событий в базу данных SQL. И напомню то, что по умолчанию наименование этой базы данных предлагается WWALMDB. Данные, после того, как вы запускаете запись в базу данных, данные будут копиться, строчки записываться, база данных будет расти. В определенный момент при большом количестве строк в базе данных могут возникнуть проблемы с записью и извлечением тревог и событий. Рекомендуемый вендором размер базы данных не более 6 миллионов записей или не более 8 гигабайт объема. Две утилиты предназначены для обслуживания базы данных тревог. Это AlarmDB Purge Archive и AlarmDB Restore. Утилита AlarmDB Purge Archive. Для чего она используется? Она используется для выбора типа записей, для удаления из базы данных тревог. Она используется для автоматического удаления записей по расписанию. Будут ли записи удаляться из базы данных ежедневно, каждую неделю, либо каждый месяц. Используется для архивирования удаленных из базы данных записей тревог файлы. И для сохранения статуса операций, удаления или архивирования Vogue файл. И для показа статуса операций, удаления и архивирования. Расскажу о шагах настройки утилита AlarmDB Purge Archive. Утилита AlarmDB Purge Archive может быть запущена из WindowMaker с панели инструментов, либо через меню пуск. Первый шаг – это настройка подключения к базе данных тревог. Это осуществляется через вкладку Database. Здесь выбирается вариант аутентификации, либо это SQL аутентификация, либо Windows аутентификация. По умолчанию предлагается вариант Windows Authentication. Следующая строка – это вам необходимо прописать имя сервера, то есть имя узла, на котором запущен ваш SQL сервер. И третья строчка – это наименование базы данных с Alarm. С помощью кнопки Test Connection можно проверить соединение с базой данных. Вы должны получить на этом этапе вот такое сообщение о том, что соединение успешно. Выбор записей для удаления осуществляется через вкладку General. В зоне Pouch Properties выбирается тип записей на удаление. Тут необходимо будет вспомнить, какой режим записи был выбран при настройке AlarmDB логера и выбрать аналогичный вариант. То есть либо это режим Detailed, это режим, когда для каждого статуса Alarm создается отдельная строчка в базе данных тревог. И второй режим – это Consolidated. Это такой режим, при котором для каждого статуса алармов создается отдельная строчка с меткой времени для каждого статуса. В окошке Days Online выбирается количество дней, запрашиваемых в базе данных. Есть здесь же в этой вкладке возможность настроить архивацию удаленных записей из базы данных в файл и в будущем с помощью утилиты AlarmDB Restore восстанавливать их в базу данных. Для этого следует проставить галочку «Архив» и указать папку, в которой будет сохраняться этот архив, тот, который будет удален, соответственно, из базы данных. При очистке базы данных утилита, в таком случае утилита AlarmDB Burge Archive, автоматически создаст 9 архивных файлов, каждый из которых содержит записи определенной таблицы базы данных тревог. Имя файла представляет из себя имя таблицы, дату и время процедуры очистки. В процессе очистки базы данных утилита генерирует сообщения. Просмотр этих сообщений в процессе очистки возможен через окно «Статус». Это окно «Статус», расположенного в вкладке «Пурч.Архив» внизу. Также эти сообщения сохраняются в файле, указанном по этому пути. И, соответственно, директорию для хранения лога вы можете изменить. Возможно и ручное удаление записи из базы данных тревог. Для этого служит вкладка «Пурч.Архив». Кнопка «Тест.Нау» служит для выполнения тестового удаления. Она доступна только для включенного архивирования удаленных записей. Кнопка «Пурч.Нау» удалит выбранные записи. А кнопка «Пурч.Архив» очистит все записи из базы данных тревог. Если вдруг в процессе удаления вы передумали удалять записи из базы данных, необходимо нажать на кнопку «Cancel Purge» и остановить процесс удаления. Тогда база данных откатится в исходное состояние. Здесь же в этой же вкладке настраивается расписание автоматической очистки базы данных с заданным интервалом. Здесь вы можете выбрать вариант «Удалять записи ежедневно, каждую неделю или каждый месяц». Если у вас выбран вариант «Ежедневно», то вы указываете время. Если у вас другие варианты, то либо вы здесь указываете день очистки. Утилита «Аларм Пурч.Архив» может быть запущена как приложение, либо как служба Windows. Если вы выбираете Windows-сервис, то здесь необходимо будет пользовательские данные ввести. Кнопка «Активейт» запускает автоматическую очистку базы данных тревог. Для восстановления записи из архивных файлов предназначена утилита «Аларм ДБ Рестор». Она запускается также либо из панели инструментов в Windows-мейкере, либо через меню «Пуск». Традиционно здесь необходимо настроить соединение с базой данных. Это указать вариант аутентификации, имя SQL-сервера, наименование базы данных. Также здесь есть кнопка «Тест-коннекшн» для проверки соединения с базой данных. Во вкладке «Селекшн» автоматически уже предлагается папка с файлом архива, который я настроила в «Аларм ДБ Пурч Архив». То есть если у вас там проставлена галочка «Архивировать удаленные записи», то здесь у нас тоже будет по умолчанию предложен путь к этой папке. И, соответственно, вы это можете поменять. В зоне выбора времени и даты указывается время, отправная точка, после которой будут восстанавливаться записи. В этой же вкладке доступно пересоздание таблиц базы данных. Для этого необходимо будет установить вот эту галочку «Recreate Tables». И если эта галочка проставлена, то вам необходимо будет указать и режим архивирования «Details» либо «Consolidated». Нажатие кнопки «Restore» запустит процедуру восстановления записи базы данных тревог. На этот счет полезная документация – это, естественно, документ по работе с алармами и событиями в вашем дистрибутиве. А также бывают такие ситуации, что размер базы данных так велик. То есть если вендор рекомендуемый размер не более 8 гигабайт, бывает, что и до 100, и до 200 гигабайт доходит объем базы данных. И утилита AlarmDB Purge Archive перестает справляться с удалением такого количества записей. Бывают случаи, что повреждена база данных тревог. В этих ситуациях поможет технота 896. В ней описаны шаги создания новой базы данных и восстановления в нее записей старой базы данных. Четвертая часть вебинара – это особенности установки обновления операционной системы. Чем вам следует руководствоваться, прежде чем установить обновления операционной системы. Это, конечно же, портал глобальной технической поддержки Aviva Global Customer Support, раздел Security Central. Данный раздел содержит информацию о совместимости с обновлениями безопасности Microsoft и записи об обнаруженных уязвимостях в продуктах в Underwear. Раздел состоит из трех частей. Первый – это поддерживаемые продукты. Здесь перечислены списки обновлений безопасности от компании Microsoft и указана информация об их совместимости с продуктами в Underwear. Доступны ссылки на описание обновлений. Это столбец MS Security. И ссылки на заключение тестов. Security бюллетень в столбце Report. Следующая вкладка – это обновление кибербезопасности. Она содержит бюллетени о найденных уязвимостях продуктов компании Aviva с указанием о самой уязвимости ее решения или рекомендации. И третья часть – это принципы, правила и директивы. Здесь содержится информация о проверке совместимости и принципах работы Aviva и Security Central. По аналогии со всеми другими разделами портала Global Customer Support записи в Security Central можно сортировать по столбцам таблицы. Списки всех обновлений бюллетеней можно сохранить в Excel при помощи соответствующей кнопки в верхнем правом углу. Моим коллегой Михаилом Яблоковым был разработан документ. Это руководство по всем разделам сайта Global Customer Support. По запросу мы можем вам выслать этот документ. То есть там описаны все разделы портала поддержки бендера. Работа системы Log of Underwear. Все информационные, предупредительные, критичные сообщения в процессе работы компонентов в программном освещении в Underwear сохраняются. Их можно просмотреть с помощью удобного инструмента под названием Log Viewer. Log Viewer – это часть систем менеджмент консоль. Службы Orchester Logger и Orchester Log Viewer устанавливаются бесшумно при установке любого компонента Orchester. С помощью Log Viewer можно просматривать логи не только локального узла, но и удаленных влов, где он установлен. Так, сейчас я перейду на свою виртуальную машину и покажу несколько возможностей Log Viewer. Захожу в систем менеджмент консоль. Это раздел Log Viewer. Вот список всех логов на моей локальной машине. Что вы можете делать с этим списком? Есть здесь фильтр. С помощью фильтра можно фильтровать, фильтровать, соответственно, лог. Здесь уже по умолчанию добавлен один фильтр. Это фильтр по... Фильтр будет фильтровать только сообщения типа Error и Warning. Так, также здесь доступно... Вы можете создать свой собственный фильтр, задав критерии по какому-то из толпцов. Так, покажу пример. Открою какое-то сообщение. Вот часть его скопируем. И буду применять в своем фильтре. Так, создам фильтр. Ставлю. И применю. Окей. Вот появятся все сообщения, которые содержат фрагменты этого текста. Еще можно отфильтровать сообщения по временному промежутку, задавая их в этом месте во вкладке Time Range. Во вкладке Terminal Session вы можете включить или отключать появление сообщений о терминальных сессиях. Здесь есть удобная функция поиска сообщений. Ставлю фрагмент моего сообщения. И можно вот с помощью кнопки Find Next искать, когда это событие происходило. Здесь очень удобно также... Функция есть. Это использование закладок. Допустим, сейчас я отключу все фильтры. Так, и вот у меня предупредительное сообщение. Я хочу... Так, допустим, пораньше немножко. Предупредительное сообщение. Я хочу его отметить, чтобы в будущем как бы быстро найти. Для этого можно оставить закладку на этом месте. Либо это Fast Bookmark. В таком случае, допустим, у вас лог, он как бы обновляется, дополняется, а вы хотите вернуться к той своей закладке. Для этого вам необходимо будет перейти в меню View, Go To, и здесь уже вот выбрать вот эту закладку. Вот появляется то сообщение. Также возможно добавление именно именованной закладки. Здесь вот, например, я могу назвать свою закладку Потеря связи Пылка. Так, окей. И, допустим, лог обновился. И с помощью View, Go To я выбираю уже конкретное событие, именованное, вот, и иду к этому событию. Вот оно у меня появляется здесь. В меню Action, Configure, доступна настройка самого логера. То есть вы можете включать или отключать ваш логер, изменять вот папку для хранения логов, настраивать цикличность записи архива и прочие настройки. Так, полезные функции, которые вам пригодятся, это функция экспорта ваших сообщений, которая осуществляется через меню Action, Message, Export. Это процедура экспорта файла логов, логов файл с расширением AA-LGX. Так, вы просто сохраняете на этом этапе. Допустим, либо передаете каким-то своим коллегам для анализа, либо если у вас какие-то проблемы, и вы обращаетесь в службу технической поддержки в Underware, вам не следует предварительно отфильтровать ваш лог по дате возникновения проблемы по периоду этому. Далее осуществить экспорт логов в файл AA-LGX. Что делает служба технической поддержки? Она получает ваш лог в файл и открывает его здесь, в SMC, вот через Action, OpenLog файл. Вот у меня есть примеры такого файлика. А вот они. Вот эти все сообщения, которые отправил клиент для анализа, его проблемы. Мы, соответственно, уже ищем какие-то, в первую очередь, предупредительные аварийные сообщения, что и вам, конечно, рекомендуется предварительно искать причину, пользуясь логом. Потом, если вы уже не находите ответа на какие-то вопросы, не можете решить проблему, то прикладывайте свой лог-файл, пишите письмо в службу технической поддержки support.sobako.vanderware.ru, описывайте проблему, прикладывайте лог-файл в формате AA-LGX. На сегодня материал закончен. Посмотрим вопросы. Так, при бэкапе приложения настройки из SMC также копируются? Нет. Настройки в SMC, вы, наверное, имеете в виду, это вот Operation Integration сервера. Нет, эти, значит, сервера вам необходимо настроить заново. То есть вам на операторскую машину необходимо будет поставить, установить драйвер, конверта протоколов необходимого, Operation Integration сервер, и перенести конфигурацию с вашей разработческой машины на машину операторскую, соответственно. Были вопросы, связанные с миграцией вложениях со старых InTouch на новые, например, 2017, April 2, но при этом у пользователей используются старые DAS сервера. Спрашивали, будут ли они работать на новых версиях. Да, спасибо за вопрос. Хороший, актуальный вопрос на самом деле. В 2017 версии InTouch рекомендуется использование современного Operation Integration сервера. То есть, в принципе, настройки там аналогичные, то есть вам надо будет уже устанавливать не DAS сервер, который был у вас в старом вашем приложении, а новый Operation Integration сервер, такого же протокола, соответственно, и в нем все настройки выполнить. Тут и система лицензирования уже поменялась в 2017 версии. Тут и как бы у вас будет сообщение о том, что у вас не хватает лицензии на ввод-вывод, если вы будете использовать DAS сервер, то есть у вас ограничение будет использовать современный Operation Integration сервер. Ну и он, соответственно, современный, быстрый. Интересуются люди вопросом, с какой версией можно мигрировать в актуальном. В руководстве, в актуальной версии InTouch Out говорится о возможности миграции приложения InTouch с версией 7.11 во прямой миграции. Там в версии 7.11 были существенные изменения в службе системы алармов и тревог, поэтому если у вас проект разработан в более старой версии InTouch, то вам необходимо сначала в 7.11 мигрировать, а потом уже выполнить миграцию в актуальную версию. Коллеги, спасибо за участие в вебинаре. За эти 8 дней мы прошли весь путь от установки программного обеспечения. Мы поговорили и о работе со словарем тегов, и о визуализации, и о аварийных сообщениях, и об архивировании данных технологического процесса, о скриптах InTouch, о функции безопасности InTouch, и о моментах обслуживания системы, Это, конечно, был краткий курс. Он, конечно, не заменяет полного курса платного, который проводится компанией Клинкман. Это 5 дней практики, теории и практики, которые вы тоже можете принять участие для получения более глубоких знаний на данной системе InTouch. Спасибо за внимание. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok